Проскар инструкция по применению лекарственного препарата. Владелец регистрационного удостоверения, MRC-KSHARP и АМП, ДОИЧМИ, Б. В. Нидерланды, КОТАИТИЭКС, G04C-B01 Активное вещество, фенастерид лекарственная форма, Проскар форма выпуска, упаковка и состав препарата Проскар. Таблетки, покрытые оболочкой голубого цвета, пленочной, в форме яблока, с гравировкой, MSD-72, на одной стороне и П. Роскар, на другой. 1 ТАП, фенастерид 5 мг, вспомогательные вещества, лактозы моногидрат, крахмал прижелатинизированный, кукурузный, натриевая соль. Карбоксиметилового эфира крахмала, железооксид желтый, натрия докузат, целлюлоза микрокристаллическая, магния стеорат. Состав пленочной оболочки, метилгидроксипропилцеллюлоза, гидроксипропилцеллюлоза, титанодиоксид, тальк, индигокармин, алюминиевый лак. 14 штат блистеры, 1 коробки картонные. 14 шатэ, блистеры, 2 коробки картонные. Клиника фармакологическая группа, препарат для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы. Ингибитор 5-альфа-редуктазы, фармакотерапевтическая группа, тестостерона редуктазы, ингибитор фармакологическое действие. Ингибитор 5-альфа-редуктазы, фермента, который превращает тестостерон в более активный дегидротестостерон. Снижает содержание дегидротестостерона в крови и ткани предстательной железы. Угнетает стимулирующие действия дегидротестостерона на развитие аденомы предстательной железы. Фенастерид способствует уменьшению размеров увеличенной железы, улучшает ток мочи и уменьшает симптомы, связанные с доброкачественной гипертрофией простаты. Для уменьшения клинических проявлений заболевания может потребоваться несколько месяцев лечения. Показания к применению Доброкачественная гиперплазия предстательной железы, с целью уменьшения размеров предстательной железы, улучшения тока мочи и уменьшения симптомов, связанных с гиперплазией, снижение риска возникновения острой задержки мочи, требующей катетеризации или хирургического вмешательства, включая трансуретральную резекцию предстательной железы и простатоктомию. Способ применения и дозы способ применения и режим дозирования конкретного препарата зависят от его формы выпуска и других факторов. Оптимальный режим дозирования определяет врач. Следует строго соблюдать соответствие используемой лекарственной формы конкретного препарата показаниям к применению и режиму дозирования. Суточная доза составляет 5 мг, кратность приема один раз в сут. Лечение длительное, противопоказания к применению, повышенная чувствительность к феностериду, обструктивная уропатия, рак предстательной железы. Феностерид не применяют у женщин и детей. Применение у детей препарат не применяется у детей. Особое указание. С осторожностью назначают феностерид при печеночной недостаточности. При большом объеме остаточной мочи или резко сниженном токе мочи необходимо иметь в виду развитие обструктивной уропатии. Перед началом лечения феностеридом и периодически в процессе лечения следует проводить ректальное исследование, а также исследование другими методами на наличие рака предстательной железы. Лекарственное взаимодействие. Не обнаружено клинически значимого взаимодействия феностерида с пропронололом, дегоксином, глибуридом, варфарином, теофеллином и антиперином. По-видимому, феностерид не оказывает существенного влияния на ферментную систему цитохрома R450, соответственно, не влияет на фармакокинетические показатели препаратов, метаболизирующихся с помощью микросомальных ферментов печени. При одновременном применении феностерида с ингибиторами альфа-адреноблокаторами, бета-адреноблокаторами, блокаторами кальциевых каналов, нитратами, диуретиками, блокаторами гистаминовых H2-рецепторов, ингибиторами ГМГ-куаридуктазы, НПВС, хиналонами и бензодиазепинами. Не отмечено клинически значимого лекарственного взаимодействия.